Всем привет! С вами Лиза Трибскет. Как вы уже знаете, мы смотрим сейчас разные квартиры и районы для жизни в Лондоне. И сейчас мы приехали в район, который нас очень давно интересовал, в котором мы никогда не были. Но много всего, как и я думаю, вы тоже о нем много всего слышали. Это район Уимблдон. Мы сейчас приехали на станцию метро South Wimbledon, Южный Уимблдон. Она находится в 20 минутах пешком от вот этой самой знаменитой станции Уимблдон. Но она находится на вот этой вот South Wimbledon, находится на черной ветке метро, на Northern Line. Поэтому отсюда удобно добираться, везде по черной ветке. Также, потому что сейчас у нас работа у мужа находится тоже на Angel, и мужу будет тоже удобно добираться. Где я работать буду, понятия не имею, поэтому мы пока что на это не ориентируемся. Ну что, сегодня нам повезло с погодой, потому что вышло солнышко. Здесь стало тепло. И мы хотим посмотреть, что здесь, в принципе, продается в этом районе. Вообще, как он выглядит. Потому что на зупле и на райдмлд мы видели большое количество новостроек. И мы решили посмотреть, ну, что тут, так как. Интересно же. Пойдемте, покажу вам. Вот одна новость. Не знаю, мне не очень нравится, потому что здесь шумно. А вот здесь вот есть другая. Здесь окна уже не выходят на оживленную улицу с машинами, поэтому, как мне кажется, полыше. Сейчас мы направляемся уже в сторону самого знаменитого Уимбалдуна. Мы не нашли особого количества новостроек. Хоть объявлений было много на райдмлд и на зупле, но почему-то как-то... Видимо, они были не по схеме help to buy, по help to buy только один был. Тот, который я вам показала. И он доступен сейчас. Прям вот, если вы хотите покупать сейчас, то он доступен. Я всегда хотела кухню, похожую на вот эту вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok и не подойти к этому потрясающему дереву. Сейчас до сих пор все цветет. В Лондоне период цветения продолжается достаточно долго. Поэтому можно застать цветущие деревья практически в любые выходные на протяжении двух месяцев. Ну а сейчас мы продолжаем свою прогулку по Уимбалдену. Мы остановились припустить в аргентинском ресторане. Было что-то достаточно дорого. Но у нас был такой сэмплер, как они называют, разных стейков. Не знаю, почему-то захотелось стейк. Мы все всегда обожали, поэтому решили зайти. Но плюс это такая... Я бы не сказала, что диетическая пища. Но в любом случае лучше, чем всякие бургеры и прочие фасоль. Продолжение следует... Итак, сейчас, где мы примерно находимся на карте. Мы находимся вот здесь, в самом центре Уимболдена. Здесь находится станция метро и станция поездов Уимболден. Надеюсь, что вам хорошо видно. Здесь находится Уимболденский парк. Здесь находится Уимболден Камон. Все в 10 минутах пешком. Но вообще Уимболден, как вы видите, просто огромный. Мы еще пришли в очередную коммерческую зону. Здесь много разных пекарен, цветочных магазинчиков. Все очень-очень красиво. Просто потрясающая архитектура. Такой, не знаю, деревенский... Деревушка. Похожа на центр маленького городка. И не кажется, что вы находитесь на самом деле в Лондоне. Хоть и в четвертой зоне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь правда потрясающе красиво. Очень дорого. Просто очень дорого. Мне кажется, этот район, Wimbledon Village, даже дороже и более престижнее, чем Hempstead. Но отсюда дальше добираться. Но здесь просто огромное количество парков. Ну и, конечно же, теннис. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, я надеюсь, что вы получили представление о районе Wimbledon. И сейчас, на самом деле, просто сильно похолодало. Сегодня какой-то невероятно холодный день. Сегодня середина апреля. И сейчас, наверное, градуса 4 или 5. Плюс сильный ветер. И плюс, смотрите, позади меня светит солнце. А здесь небо просто такое темное свинцовое. Мне кажется, сейчас польет дождь. Поэтому нам пора идти выдвигаться домой. Ну и плюс, мы купили немножко продуктов, которые, хотя при такой погоде, конечно, они точно не испортятся. Ну ладно. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть. И если вам понравилось, ставьте пачки вверх. Я всегда им рада. И до новых встреч. Пока-пока.